Я даже не хотела съезжаться, и никакая бытовуха вас точно не съест. Насчет туалета, да, скажу честно, у меня были проблемы первые месяцы. Каждый день мы засыпаем, просыпаемся вместе, как-то рыгнуть, пухнуть, почесаться в носу. Это же мы постоянно будем вдвоем, наверное, мне это надоест. Девчонки, всем привет! Как вы знаете, три месяца назад я съехала со своим молодым человеком. Это мой первый опыт жизни с парнем, да и, в принципе, жизни отдельно от родителей. Так что сегодня хочу поделиться своими впечатлениями об этих месяцах. Поговорим про быт, изменения в отношениях, распределение бюджета и многое другое. Так что давайте начинать. Рассказывать я буду, опираясь на вопросы, которые вы задавали мне в моем телеграм-канале АВАКОС. Ссылка на него есть в описании или переходите по QR-коду, там очень интересно. Вопросов было, как всегда, очень много, за что вам огромное спасибо. Ну и начнем с того, как мы приняли решение съехаться. Нам с Сашей по 18 лет, вместе мы уже 3 года, начали встречаться еще в 9 классе, то есть мы были одноклассниками, учили в сельской школе, спустя 2 года ее закончили, выпустились из 11 класса и нужно было куда-то уезжать для того, чтобы поступать в университет. Ближайшим большим городом от нашей станицы был Краснодар, поэтому, в принципе, мы рассматривали его. Конечно, в 10, в начале 11 класса у меня были сомнения, то я хотела в Казань, то в Ростов-на-Дону, так как слышала о Краснодаре какие-то не очень хорошие отзывы. Но наперед скажу, что сейчас я безумно рада, что живу именно в этом городе, и для меня здесь, в принципе, есть все, что нужно для студенческой жизни. В принципе, мы с Сашей уже давно понимали, что если мы поступим в один город, то, скорее всего, будем жить вместе, так как это намного выгоднее, там, выплатить за квартиру, да и вдвоем как-то будет полегче в новом городе. Конечно, опять же, у меня были опасения. В какие-то моменты я даже не хотела съезжаться, вот это, помню, было в начале 11 класса. Я думала, что мы не сможем жить вместе, что мне нужно личное пространство. Это же мы постоянно будем вдвоем, наверное, мне это надоест. Но о том, оправдались ли мои страхи, мы поговорим чуть-чуть попозже. Так вот, в середине августа мы в итоге съехались, нашли эту, как по мне, просторную однокомнатную квартиру. Если что, все этапы переезда и рум-тур по квартире можете посмотреть вот в этом видео. И вот были вопросы насчет личного пространства в однокомнатной квартире, хватает ли его вообще и так далее. Честно вам скажу, я сразу же обговаривала с родителями и с Сашей, что я не хочу жить в студии. Кто не знает, студия это такая квартира, в которой кухня и комната соединены вместе. И то есть, по факту, это просто одно такое большое пространство без каких-либо перегородок, ну, не считая, там, туалета с ванной. Так как, повторюсь, мне казалось, что не будет хватать личного пространства, и хотя бы одна комната и отдельная кухня у нас должна быть. Поэтому насчет уживания в однокомнатной квартире у нас все прекрасно. Мне абсолютно хватает личного пространства. Я даже вот после переезда стала замечать, что оно мне, как оказывается, особо и не нужно. Да, там максимум, может быть, отойти в комнату, отдельно снять видео, но в остальном все свободное время мы проводим вместе. То есть, например, в комнате Саша тут делает уроки, я там сижу, монтирую, либо наоборот. В этом плане этот страх у меня вообще не оправдался. Как мы делим бытовые обязанности, помогает ли мне Саша по дому и все подобное? Ну, опять же, перед тем, как съехаться, мы очень много раз обсуждали, кто что будет делать. Прям, знаете, у нас был такой, ну, грубо говоря, список, да? Там Саша моет полы, я их пылесошу, я мою посуду, он там протирает пыль и так далее. Для меня это было очень важно, чтобы потом не было никаких недопониманий. Но сейчас хочу сказать, что прям конкретно кто что делает в доме у нас нет, потому что мы все делаем в основном вместе. Иногда прибираюсь я, потому что, в принципе, я поняла, что мне это нравится. Иногда Саша, то же самое на кухне, готовлю не только я, я этому безумно рада. Сейчас я так конкретно учу Сашу готовить, и у него, знаете, так неплохо получается, мне очень даже нравится. Короче, в плане бытовых дел, мне кажется, самое главное просто заранее обсудить, что вы хотите. Может быть, будет убираться только один из вас, кто-то будет готовить, либо же вы будете делать все это вместе, может быть, кто-то вообще ничего не будет делать, а второму это все приносит удовольствие, поэтому он берет эти обязанности на себя. И никакая бытовуха вас точно не съест. Совместная жизнь с парнем, это, конечно, прекрасно, но, как вы догадались, чтобы все это получилось, мне пришлось еще и сдать ЕГЭ, так как без него я бы не смогла поступить в университет в Краснодарный бюджет. И что я делала, чтобы сдать экзамены успешно? Ну, конечно, регулярно готовилась. Но хочу заметить, что с помощью не только платных занятий с репетитором или в онлайн-школах, но и бесплатных вебинаров, которые я находила на просторах Ютуба. Кстати, одним из таких каналов, которые помогали мне с подготовкой к ЕГЭ, и точно будет полезна для вас, является Биология с Мишей Гис. Вообще, экзамен по биологии один из самых сложных, потому что в нем огромное количество материала, который не всегда легко найти, а потом еще и понять и выучить. Но на канале Миши весь материал уже собран, структурирован и удобно предложен для вашего использования. Мое самое любимое, это однозначно Ютуб-шорты с биологическими мемами для лучшего вспоминания теории, разборы самых сложных заданий на цитологию, генетику и эксперимент, прямые трансляции по темам, нужным для ЕГЭ, все это есть в бесплатном доступе. Сам Миша проходил обучение на биологическом факультете СВБГУ, является победителем и призером Олимпиад по биологии и, конечно же, многократно сдавал по ней ЕГЭ, а в онлайн-образовании уже восьмой год. Так что кладезь бесплатной, но полезной информации можно получить всего лишь подписавшись на канал, ссылку на который я уже оставила для вас в описании. Что касается бюджета, кто платит за квартиру, за продукты? Ну, во-первых, нам только по 18 лет, мы только поступили в университет, поэтому, соответственно, нам помогают финансово наши родители. За аренду жилья и коммунальные услуги они оплачивают пополам, в остальном я стараюсь у родителей деньги не просить, то есть я как бы работаю, веду социальные сети, снимаю для вас видео. Саша с началом учебного года перестал работать, то есть он работал только летом, и сейчас пока что ему дают деньги родители. Если есть такая возможность, то первые курсы лучше просто посвятить себя учебе, влиться в этот там коллектив в университете, все понять, и потом уже, когда станет чуть больше времени на старших курсах, конечно, уже идти на работу. А, да, забыла сказать насчет продуктов, еды. Покупаем ее, опять же, пополам. У нас у каждого есть, соответственно, свой бюджет. Мы там никак его не складываем, не делимся. В принципе, пока что как-то так. Следующий вопрос, часто ли мы стали ссориться? Как вообще мы решаем все наши вот эти вот проблемы? Могу ответить, что количество ссор в целом не изменилось, то есть мы не стали как-то ссориться больше, либо меньше. Конечно, появились определенные проблемы с переездом, и вот мы тогда их заметили. Во-первых, это то, что я очень плохо отношусь к беспорядку, то есть у меня всегда должно все стоять на своих местах, но в основном это касается только тех вещей, которые лежат на виду, то есть, например, там, что было заправлено, кровать, на тумбочке, все было идеально, там, чисто, по своим местам разложено. Но, кстати, это никак не относится к вещам в шкафу, либо в каких-то тумбочках, потому что там у меня просто все вот так вот перевалено. Ну, знаете, у меня как будто бы такая установка, все, что не видно, там можно мусорить, знаете. Пусть там будет грязно, но все, что на виду, обязательно должно быть в чистоте. И вот на этой почве первые два месяца у нас постоянно были какие-то недопонимания, потому что Саша оставлял свои вещи в тех местах, в которых они не должны лежать, как по мне, и поэтому я из-за этого постоянно возмущалась, но в итоге потом мы прям серьезно так поговорили несколько раз, нашли новые совместные места для вещей, чтобы они устраивали нас обоих. Единственное, что Саша забывает постоянно заправлять кровать, когда все идет после меня, но ничего, с этим мы еще поработаем. А в целом хочу отметить, что сильных ссор у нас никогда не было. В основном это просто какие-то маленькие такие недопонимания, которые очень быстро решаются. Мы всегда все сразу обговариваем, это очень важно. То есть буквально что-то произошло, мы это сразу же обговорили, поцеловались, обнялись, и все нормально. Да, конечно, не бывает ничего идеального. Иногда-то мы можем друг на друга немного обидеться, как-то так посидеть с таким хмурым лицом, но потом это вот буквально там несколько минут это все проходит. Очень часто, когда вы съезжаете с партнером, у вас могут возникнуть какие-то дополнительные недопонимания насчет каких-то бытовых дел, либо просто, когда вы вместе живете, вы узнаете друг о друге больше, и как-то с этим пытаетесь разобраться. Самое главное, опять же, разговаривайте, и все у вас будет хорошо. И еще такой отдельный, мне кажется, важный пунктик про мою собаку, так как живем мы не вдвоем, а втроем. Так как уже два года у меня есть прекрасный полковник, и с переездом, соответственно, я, конечно же, собрала его с собой. До переезда полковник с Сашей ладили, ну, довольно-таки неплохо. С учетом того, что у полковника очень такой непростой характер, в плане того, что он безумно ревнивый, и только там кто-то ко мне притронется, либо там попытается меня немножечко ударить, даже если в шутку, полковник сразу же начинает очень громко гавкать, вообще ничего не дает сделать. И, соответственно, до переезда такое же отношение у него было и к Саше. Но вот с переездом как будто бы все стало немножечко хуже. Да, я заметила, что полковник стал намного больше любить Сашу, то есть он просто безумно радуется, мне иногда кажется, что даже больше, чем мне, когда Саша приходит. Он обожает с ним играть, в этом плане все хорошо, но вот как будто бы ревность у полковника стала еще сильнее, как будто бы он понял, что теперь территорию он делит не только со мной, но еще и с Сашей, и как-то вот постоянно он может иногда агрессировать. Конечно, мы стараемся с этим бороться, но вот в этом плане почему-то у нас все как-то не очень хорошо. Ну а насчет прогулок с собакой, на мое удивление, Саша мне очень сильно с этим помогает, даже честно скажу, как будто бы он чаще с утра гуляет с полковником, чем я. А вот уже по вечерам мы каждый день гуляем только вместе. Стеснялась ли ты первое время ходить при парне в туалет по большому? И еще один. Как вы относитесь газом из организма друг друга? Неловко ли? Как это случилось в первый раз? Вопросы, конечно, очень смешные, но считаю, что об этом тоже нужно поговорить. Если называть вещи своими именами, то пукать при друг друге мы стали еще давно. Я не помню, когда это началось. Нет, конечно, был определенный период, когда мы этого стеснялись. Я понимаю, что серьезным лицом об этом тяжело говорить, но на самом-то деле, мне кажется, практически все пары сталкиваются с такой проблемой, что вот там первые месяцы, недели, у кого там как, партнеры не могут при друг друге там рыгать, пукать, ковыряться в носу. И это вполне себе нормально, потому что мы хотим показаться другим людям такими прям правильными, только с красивой стороны. Но потом со временем это все у вас уйдет, потому что когда-то кто-то все равно что-то при друг друге сделает, и у вас, знаете, все вот это вот начнет развиваться. У нас этот этап прошел уже довольно-таки давно, в принципе, там каким-то газом, да, как-то девушка пишет, мы вообще нормально относимся. Насчет туалета, да, скажу честно, у меня были проблемы первые месяцы, я не могла просто сходить в туалет по-большому, когда Саша, допустим, мог там это как-то что-то услышать. И, в принципе, это касается не только Саши, даже дома, когда я жила с родителями, у нас был совмещен туалет с ванной, и я там могла включать воду в раковине для того, чтобы она создавала шум, пока я там своими делами в туалете занимаюсь, и никто там ничего не услышал. А в этой квартире проблема в том, что туалет с ванной отдельно, соответственно, в туалете нет никакой раковины, из которой могла бы убежать шумная вода, поэтому мне пришлось как-то привыкать, я стеснялась, первое время даже просила, когда я уходила в туалет, Сашу там слушать музыку в наушниках, или громко ее включала просто на всю квартиру. Для кого-то это может показаться странным, кто-то меня сейчас наоборот поймет. Опять же, у каждого человека свои вот эти личные границы. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше для того, чтобы привыкнуть ко всем вот этим вот личным делам, так скажем. Саша уже вообще давно ничего из этого не стесняется. Поменялись ли твои отношения с Сашей в лучшую сторону после того, как вы стали жить вместе? И поменялись ли как-то эти отношения вообще? Я считаю, что они определенно поменялись, и именно в лучшую сторону, так как, ну, представьте, мы практически каждый день вместе. У нас появилось больше совместных радостей и проблем, и, конечно же, это сближает 100%. Каждый день мы засыпаем, просыпаемся вместе, завтракаем, ужинаем, обедаем. Стали еще больше друг друга понимать. То есть просто вырабатывается уже какая-то привычка, что рядом как бы всегда есть твой любимый человек. Поэтому, да, отношения стали лучше. Конечно, какие-то проблемы всплыли, но, как я уже и говорила, мы это все постепенно решаем, все нормально. По твоему мнению, когда нужно съезжаться с парнем, во сколько лет? Хороший тоже вопрос. Как тут написано, я выскажу именно свое мнение. Если вы с ним не согласны, то можете написать в комментариях, как вы считаете, и как бы вы ответили на этот вопрос. Мне кажется, что в очень редких случаях можно съехаться в лет 16. Приведу сразу же пример вот из моей жизни, который я видела. У меня была очень хорошая подруга, у нее был парень, и вот они закончили 9 класс, и вместе поехали поступать в один город. То есть такая же ситуация, в принципе, как и у меня. И, соответственно, опять же, чтобы сэкономить, они съехались и жили вместе. Не буду говорить про их отношения, что там было, это все не важно, но сам факт того, что в качестве какой-то экономии денег, в принципе, можно съехаться. То и в 16 лет. Потому что это как раз-таки уже такой возраст, когда многие уходят из школы, особенно если живут в каких-то маленьких городах там или селах, куда-то переезжают, поступают. Опять же, встает вопрос о квартире, либо же общежитии, а не во всех колледжах дают это общежитие. Поэтому, да, при таком раскладе я рассматриваю такой вариант. Конечно, не знаю, как это в 16 лет повлияет на отношения, смотря сколько вы до этого встречались, это тоже все очень тяжело. Я, конечно, в 16 лет уверена, что не съехалась бы с Сашей, я бы выбрала лучше жить одной, потому что вот тогда мы вот это как раз-таки обсуждали, и я вообще не была готова к совместной жизни, но даже в 10 классе я еще вообще этого не хотела. Так что для меня идеальный возраст со съезжания с партнером, это от 18 лет, когда вы уже совершеннолетние, сами за себя отвечаете, и ваша жизнь по большей части уже в ваших руках. Ну и в завершение, какие советы я могу дать вам по поводу совместной жизни. Естественно, я еще вообще в этом не очень хорошо разбираюсь, потому что живу с парнем всего лишь 3 месяца, и уверена, что чем дальше, тем более интересно будет. Но на данный момент скажу, что, во-первых, это, конечно же, друг с другом разговаривайте, сразу же решайте свои ссоры, распределяйте обязанности по дому сразу, чтобы ни у кого не было никаких недопониманий, либо делите пополам, либо делайте так, как будет комфортно для двоих. Не забывайте про какие-то выходы из дома, то есть ходить на свидания, в кино, в кафешку, либо просто на вечернюю прогулку, тоже очень важно для того, чтобы ваши отношения не превратились в просто какое-то сожительство. Ну и главное, наберитесь терпения, уважайте своего партнера, ни в коем случае не нужно там после первой ссоры, или там первого какого-то недопонимания, сразу там вот так вот жестко ругаться, все, я с тобой разъезжаюсь. Нет, все вопросы решаются, все будет хорошо. В некоторых моментах будьте сдержаны, в некоторых наоборот, старайтесь себя проявлять, как-то первыми подходить к партнеру, и тогда у вас все будет хорошо. Надеюсь, что это видео стало для вас полезным, и я ответила на большинство ваших вопросов. Если что, у меня в Телеграме есть чат для общения, в котором я вам отвечаю практически 24 на 7, поэтому пишите. Буду рада помочь, или просто рассказать что-то про себя. Но я вас всех очень люблю, увидимся в следующих видео, и всем до новых встреч, пока!